Теперь измерим время работы улучшенной версии алгоритма, чтобы количественно оценить, насколько быстрее стала работать программа. Проверяем n равное 100 000. Программа отработала за 12 миллисекунд. Для n равного 300 000 программа работает 38 миллисекунд. Для n равного 500 000 программа отработала за 21 миллисекунду, но при этом упала. Произошло это потому, что каждый новый рекурсийный вызов занимает небольшое пространство на стеке вызовов. Размер стека вызовов обычно очень мал, поэтому при достаточно большой глубине рекурсии программа в лучшем случае упадет. Чтобы решить эту проблему, нам нужно заменить рекурсивную реализацию алгоритма на нерекурсивную. Для этого будем исчлять числа Fibonacci не от больших к маленьким, а от маленьких к большим. Итак, сперва нам нужно заполнить две первые ячейки кэши. При n равном 0 и при n равном 1. Кэш от 0 равен 0, кэш от 1 равен 1. Теперь будем последовательно заполнять все ячейки кэша до nт включительно. Мы знаем то, что в этот момент эта ячейка еще не заполнена, поэтому просто присваиваем в нее сумму двух ранее вычленных чисел Fibonacci. И даже временная переменная, результат, результат нам не нужна. Поэтому алгоритм можно записать вот так. Компилируем, проверяем, что программа работает. Измеряем время работы модифицированного алгоритма. При n равном 300 тысяч программа отработала за 44 миллисекунды. При n равном 500 тысяч программа отработала за 60 миллисекунд и не упала. При n равном 3 миллиона программа отработала за 350 миллисекунд и по-прежнему не упала. Мы видим то, что наша замена рекурсивного алгоритма на нерекурсивный действительно помогла.